Прошедший международный женский день для красноярских предпринимателей стал одним из самых прибыльных за последние годы. Цветочные компании сделали двухнедельную выручку, а магазины парфюмерии и салоны красоты распродали практически все подарочные сертификаты. По разным подсчетам за несколько дней в Красноярске было продано от 700 тысяч до миллиона тюльпанов. Их стоимость в разных точках города колебалась от 20 до 70 рублей. Впрочем, такой разброс цен не помешал мужчинам раскупить цветы подчистую. Найти их в магазинах после полудня было почти невозможно. По словам оптовиков, особенно хорошо на цветах в этом году заработали частники, торговавшие с машин. После того, как закончились тюльпаны, они бросились купать даже дорогостоящие розы. Если раньше, после 8 марта, было достаточно цветка, чтобы еще поработать неделю до следующего свежего привоза, то сейчас, к сожалению, выгребли все, и теперь мы в срочном порядке доставили цветок буквально вчера ночью. То есть остались вообще без остатков. Обычно есть остатки, которые потом потихонечку за неделю гороторговываешь. Сейчас их не осталось. Ну и слава богу, свежего привезли. Более активный спрос отмечают и продавцы парфюмерии. Все-таки косметика считается одним из самых популярных подарков. В среднем выручка магазинов праздник превысила повседневную в 4 раза. В основном за счет продаж подарочных сертификатов. К примеру, одна из точек продала их более 2000 штук. Первыми закончились карты номиналом в 3000 рублей. Здесь постарались корпоративные клиенты. Ну, корпоративных клиентов стало намного больше. Покупали сертификаты очень большими партиями. По 40, 50 штук, 90 штук сразу же. И на очень хорошие суммы. Самая крупная была 130 штук сразу сертификатов. 97 штук такими партиями покупали. Десятками и сотнями горожане закупали сертификаты и на услуги салонов красоты. По словам предпринимателей, по сравнению с прошлым годом, выручка от их продажи выросла как минимум вдвое. При этом удалось продать даже несколько эксклюзивных позиций. Есть у нас такие клиенты, которые, скажем, дарят девушке на весь год подарок в виде абонемента на посещение на 100 тысяч. И девушка может спокойно посещать все процедуры, какие ей только захочется в салоне. Подобный ажиотаж вокруг 8 марта, по словам бизнесменов, последний раз наблюдался в 2007 году. Тогда горожане также не экономили и скупали все подряд. А через несколько месяцев грянул экономический кризис. Предприниматели шутят и надеются, что это все-таки банальное совпадение. Впрочем, бизнесмены отмечают, мужчины все-таки стали более внимательными к женщинам. И это не может не радовать. А если у вас есть свои новости, звоните лично мне. Мой номер 292-91-35. Артем Курчав и Сергей Кашин. Афонтова. Новости.